И посмотрите, какое получилось у меня блюдо. Мягко, сочно, вкусно. Больше никогда не буду выкидывать гречку. Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня у меня очередной рецепт. Я думаю, что многие из вас любят гречку, но бывает так, что после очередного ужина или обеда остаётся столько гречки, что жалко её выбросить, и вы не знаете, как её использовать. И поэтому сегодня предлагаю вместе со мной сделать из гречки котлеты. Для этого нам понадобится гречка отварная, здесь из одного стакана отварной гречки. Варите гречку в подсоленной воде. Нам одно яйцо и одна луковица. А соль и приправа любые по вашему вкусу вы добавляете. Сейчас мы гречку отправим в блендер и её перемелем. Будем туда добавлять и лук, и яичко. И теперь отправляем туда лук. Понемногу тоже портим и тоже аккуратно перемалываем. Готовую смесь нужно переложить в посуду подготовленную. Дальше к этой смеси мы натираем на мелкой тёрке картофель или измельчаем в блендере. Это, опять же, выбор остаётся за вами. Я буду картофель натирать на мелкой тёрке. Вот примерно вот так у вас должно получиться. Сейчас нужно отжать лишнюю воду и добавить в посуду с гречкой. Следующий этап. Мы добавляем любой приправу, которая вам нравится. Солим. И перчим для тех, кто любит чёрный перец. И теперь всё это в эту смесь, так скажем, добавляем одно яичко. И всё это хорошенечко пережмякиваем. Перемешиваем. Вручную лучше. А теперь нам надо немножко припылить стол, где мы будем складывать наши котлеточки. и ложкой или мокрыми руками формируем котлетки. Отправляем в муку. Всё это хорошо обваливаем в муке. Формируем вот такие вот колобки. И так проделываем со всей массой. Так, а теперь хорошо разогретую сковороду на хорошем количестве масла начинаем жарить котлетки. Немножко их придавливаем. Приминаем. И жарим до золотистой корочки по несколько минут на каждой стороне. Вот, обжариваем одну сторону. И теперь аккуратненько переворачиваем вилочками или специальным приспособлением. Вот такие вот, посмотрите, какие они получились зажаристые. Так проделываем со всеми котлеточками. Ну, красота же! Приминали мы их для того, чтобы они хорошо обжарились, и выкладываем их на тарелку с обложенную бумагой, то есть салфетками, чтобы стекло лишнее масло. Итак, котлеты готовы. Давайте с вами посмотрим, как они выглядят внутри. Ой, какие мягкие! Посмотрите. Наслаждайтесь! Это очень вкусно! Это очень вкусно! Поехали! Поехали! Продолжение следует...